компания еврохим северо-запад представляет аммиак азотные удобрения неорганические и органические азото содержащие вещества которые вносят в почву для повышения урожайности компания еврохим крупнейший производитель азотных удобрений в россии азотные удобрения получают главным образом из синтетического аммиака аммиак относится к числу важнейших продуктов химической промышленности его ежегодное мировое производство достигает 150 миллионов тонн наиболее распространенный в промышленности способ производства аммиака основан на взаимодействии водорода и азота на катализаторе при повышенной температуре водород извлекается путем реформинга из природного газа азот извлекается из атмосферного воздуха в последние годы ввиду формирования новых активов компании еврохим образовался дефицит аммиака как основного сырья для производства азотных удобрений и других продуктов который на данный момент составляет 875 тысяч тонн в связи с увеличением потребления аммиака внутри компании был выполнен ряд предпроектных работ нацеленных на определение техника экономических показателей будущего проекта в октябре 2013 года было принято решение о начале реализации проекта с утвержденным наименованием производства аммиака кингисеп в 2014 году была учреждена компания еврохим северо-запад полностью являющийся дочерней минерально-химической компании еврохим базовый план подразумевает реализацию проекта в период с 2013 по 2018 год и учитывается стратегии развития азотного бизнеса компании на 2014-2018 годы рад вас приветствовать открытие общественной приемной три года назад мы начали наш проект в тринадцатом году два года назад мы начали первую работу по раскрытию информации для населения на самом начале выбрали политику активного взаимодействия с населением максимального раскрытия информации и два года назад первый шаг был в большелудском поселении на территории большелудского поселения в поселке кингисепский было открыто общественный прием но в силу того что наш проект условно притягивает внимание в том числе жителей всего района и в особенности города кингисеппо несколько месяцев назад было принято решение продолжить этот опыт и открыть и общественную приемную в самом кингисеппо место мы выбрали учебный центр фосфорит место всем понятно известно здесь будет функционировать до последнего дня проекта в будущем я думаю это проект поддержана и другими проектами значимым проектом который будет реализовываться группой компании еврохим кингисеппо районе я думаю будут также освещаться и будет вестись такая же работа с населением по донесению информации ну учебный центр он на нас и символизирует какой-то процесс обучения мы же посредством общественной приемной будем пытаться повышать знания населения о нашем проекте здесь любой желающий удобные часы будет иметь возможность получить достоверную информацию из первоисточника задать наиболее наболевшие вопросы тем самым мы надеемся то что будут исключены всевозможные слухи домыслы информация будет предоставляться открыто если люди не найдут каких-то ответов на свои вопросы у них всегда будет возможность оставить обращение которая будет обработана компетентными специалистами и удобными способами информация будет донесена будем корректировать работу общественной приемной для того чтобы она была максимально я викторич правильно подметил что в большевизском поселении такая приемная аналогичная работает но у нас поселение живет порядка 3700 человек грубо говоря в киноисеппе все таки около 50 поэтому напрашивалась такая приемная в нашем городе и это хороший знак хорошее движение в правильном направлении и я бы даже назвал что это не только общественная приемная но и информационный центр так как сюда человек может прийти и ознакомиться с любой информацией которая его интересует в плане строительства завода по производству мяка в плане создания рабочих мест на этом производстве и снять все домыслы и догадки и порождение так сказать слуха для нас здесь важно просто иметь информацию любой человек пришел к России добро пожаловать как говорится проект включает в себя строительство газораспределительной станции фосфорид 2 и газопровода от магистрального газопровода кахтлоярве ленинград до площадки производства аммиака потребность в природном газе составляет 1 миллиард кубометров в год строительство производства аммиака производительностью 1 миллион тонн в год предполагается что проектируемый объем производства должен полностью удовлетворить потребности в миаке действующих производств холдинга минеральной химической компании еврохим фосфорид антверпен лифосы строительство склада жидкого аммиака состоящего из 6 хранилищ теплого аммиака общей вместимостью 840 тонн и двух изотермических хранилищ холодного аммиака общей вместительностью 60 тысяч тонн хранилища жидкого аммиака выполнено в виде двойного равнопрочного стального корпуса расположенного на бетонном основании и огражденного защитной стеной также проект включает в себя адаптацию внутренней инфраструктуры реализация основных частей проекта производства и склад аммиака осуществляется по и пи си контракту включающему весь комплекс услуг инжиниринг услуги поставки строительство в качестве и пи си подрядчика выбрана итальянская инжиниринговая компания тик ним он обладающий опытом реализации подобных проектов в различных регионах мира производство аммиака будет осуществляться по передовой лицензионной технологии компании ки би ар которая участвовала в лицензировании проектирование и строительстве более двухсот установок производства аммиака во всем мире на которых в настоящее время производится приблизительно половина всего аммиака в мире проект обладает следующими преимуществами существующий дефицит аммиака в компании практически полностью обеспечивает спрос на продукцию нового производства новое производство аммиака будет использовать загрязненные стоки производства фосфорит после реализации проекта годовой сброс в реку луга уменьшится на 73 процента применение метода акустика эмиссионного контроля обеспечивает максимальную безопасность хранения аммиака размещение объекта на территории промышленной зоны фосфорит сохраняет текущие границы санитарно-защитной зоны наличие существующей газотранспортной сети в ленинградской области обеспечивает доступ к основному сырью будущего производства размещение будущего производства аммиака в непосредственной близости от морских портов существенно сократит затраты на транспортировку аммиака до потребителей проект производства аммиака кингисеп соответствует нормам и требованиям в вопросах экологии и безопасности воздействие на социальную среду оценивается только как положительные новые рабочие места отчисления в бюджеты разных уровней строительство социально значимых объектов для оценки проекта привлечены ряд ведущих международных экспертных организаций на сегодняшний день реализованы следующие задачи разработана проектная документация по строительству газораспределительной станции фосфорит 2 и газопровода от магистрального газопровода кахтлояр в ленинград до площадки получено положительное заключение госэкспертизы проекта заключен долгосрочный договор с газпром межрегион газ санкт-петербург на поставку газа объемом 1 миллиард кубометров с 2018 по 2032 год завершена разработка проектов основное производство и склад жидкого аммиака на текущий момент проекты проходят экспертизу в апреле 2015 года получено положительное заключение госэкспертизы проекта земля под будущими производствами приобретена в собственность завершены работы по подготовке площадок строительства согласован и готов к подписанию и писи контракт с подрядчиком выполнены инженерно-строительные изыскания полученные все необходимые исходно разрешительные документы в надзорных органах и комитетах в феврале 2015 года проведены общественные слушания по проекту производства аммиака в проект привлечены ведущие экспертной организации в вопросах экологии и безопасности окончательно определены потребности всего проекта в энергоресурсах выполняется проектирование подключений шепот действия такой приемной в поселке кингисепске говорит о том что беспокойство определенное есть у населения но опять же до определенного момента люди которые обращались и переживают за население за свое здоровье и никогда не отказывают в том чтобы устроить например экскурсию на строительную площадку завода на само предприятие пообщаться с руководством напрямую то есть люди беспокоятся и узнают информацию и напряжение спадает данный информационный центр общественную приемную ее можно использовать населением население как в том числе способ поиска работы потому что на этапе строительства это ближайшие два с половиной года будет большая потребность строительных профессиях это порядка более 2000 рабочих оценивается соответственно желающие участвовать строительность строительстве будут иметь возможность оставить информацию свое резюме вот то же самое могу сказать то что скорее всего с большим количеством приезжих строителей возникнет потребность в жилье то есть данные данная общественная приемная она сможет стать таким неким в том числе и центром обмена информация между подрядчиками которые будут привлечены к строительству и местными жителями это был интерес потому что это связь с общественностью связь населения как ее правильно проводить мы посмотрим я надеюсь в достойном уровне все будет иначе невозможно достойной компании работать если нет обратной связи что компания еврохим все стандарты выдержит если стандарты выдержаны то можно построить иначе на производстве который не будет опасным вот мы наденем то это будет сделано раньше с фосфоритом компании в принципе меня все устраивало все мои взаимоотношения потому что они слышат что им говоришь и стараются идти вперед вот это основное во втором квартале 2015 года компания планирует приступить к строительству проекта а